Это новости на канале НСК-49. В домашней студии для вас работает Татьяна Вучукжанина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Пандемия не время расслабляться. По сообщению оперативного штаба, количество заразившихся коронавирусом вновь превысило количество выздоровевших. Медики напоминают о необходимости соблюдения защитных мер. Реки вместо улиц. Почему ливневая канализация не справляется с потоками воды? На земле, в небе и в космосе. В Толмачево открылся международный военно-технический форум «Армия-2020». Коронавирусом за сутки вновь заразилось больше новосибирцев, чем было выписано с выздоровлением. Невзирая на это, в целом ситуация не вызывает особых опасений, говорят врачи. Медучреждения продолжают возвращаться к обычному режиму работы. Как складывается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в нашем регионе и что происходит с выплатами медикам, работающим с коронавирусными больными, расскажем далее. 51 человек заболел коронавирусом. С выздоровлением выписаны 48. Такова статистика оперативного штаба на утро 27 августа. О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе на брифинге в областном правительстве рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов. На территории Новосибирской области зарегистрировано 11 192 подтвержденного случая коронавирусной инфекции, выписано с выздоровлением 9892 человека, летальных исходов 349, общее количество проведенных тестов 400 270. Больницы продолжают возвращаться к нормальному режиму работы. Больных коронавирусом все меньше, их вновь перепрофилируют на традиционные профили. Продолжаются и выплаты врачам, заразившимся коронавирусом на рабочем месте, в строгом соответствии с федеральными законами и постановлениями. В сегодняшний день в области зарегистрировано 1038 случаев заболеваний среди медицинских работников. Уже подано в фонд социального страхования 732 обращения и выплачено уже 528, по 528 уже выплачены страховые платы. По слам Константина Хальзова у ведомства есть и другие позитивные новости, не связанные с борьбой с COVID-19. Со вчерашнего дня начал работать амбулаторный прием. Мы об этом писали в клинике Мишалкина для приема пациентов с онкологической патологией для детей с территории Новосибирской области. И то, что была достигнута договоренность год назад о начале прохождения лечения данной категории именно в рамках, именно на базе центра Мишалкина на сегодняшний день, есть договоренность о том, что с конца сентября будет открыто отделение на 6 коек. Коронавирус отступает и наш город постепенно возвращается к нормальной жизни. Однако врачи не берутся пока говорить о полной победе над этим заболеванием. В любой момент ситуация может измениться. Поэтому так важно продолжать соблюдать ограничительные меры, в частности, связанные с ношением масок и соблюдением социальной дистанции. Кроме того, приближается сезон гриппа и ОРВИ, что может осложнить и борьбу с COVID-19. Уже сегодня за минувшие сутки было зарегистрировано почти две тысячи обращений по поводу острых респираторных заболеваний. Госпитализированы 26 человек. Так что лучше заранее позаботиться о своем здоровье, соблюдая элементарные правила эпидемиологической безопасности, говорят врачи. На дорогах нашего города продолжают образовываться бурлящие реки и озера даже после отнюдь нерекордных дождей. Причем происходит это практически во всех районах Новосибирска, зачастую даже там, где недавно очищали коллекторы. Почему ливневая канализация не справляется с потоками дождевой воды и что делают ответственные службы, узнал Василий Акимов. Одна из самых старых ливневок нашего города находится именно здесь, в районе памятника паровозу на проспекте Димитрово. Она прослужила верой и правдой горожанам более ста лет. Строительство этого коллектора берет свое начало в начале 20 века. Одновременно со строительством Транссибирской магистрали. То есть он древний. На сегодня этот коллектор имеет протяженность около 7 километров. Площадь водосбора составляет 162 гектара. В последние годы степень износа этого коллектора проявила себя во всей красе. Горожане даже стали шутить по поводу димитровских водопадов и озер, образовывавшихся здесь после сильных дождей. Возникла опасность провала грунта в районе железнодорожных линий. Ливневку решили отремонтировать. Стоимость работ составляет примерно 9 миллионов рублей. Избавиться от воды было сложно, а мне надо было избавиться до сухого, потому что мы восстанавливали лотки в самом коллекторе. Ну и воды не должно было быть. Вот как все избавились, в течение трех недель мы выполнили все. Восстановили лотки, заделали стыки между трубами и заделали пустоты, которые образовались за внутренней поверхностью. Специалисты надеются, что после ремонта этот коллектор без проблем прослужит еще не один год. Впрочем, есть один фактор, пагубно влияющий на состояние ливневой канализации во всем городе, связанный с работой энергетиков. Теплосети сбрасывают свою дренажную воду высокой температуры в этот железобетонный коллектор. С течением времени лотковая часть коллектора, она просто уже исчезла, бетон, осталась одна арматура. Город Новосибирск, он является единственным городом в Российской Федерации, где теплосети сбрасывают свои дренажи именно в ливневку. У них должна быть своя технологическая линия. Но здесь исторически сложилось так, что именно так. В сочетании с противогололедными реагентами разрушающее воздействие лишь усиливается. Ну а в этом и складывается и горячая вода, и реактивы. Вот два позиции, которые очень сильно влияют на сохранность. Ремонт и очистка ливневых коллекторов идут по всему городу. Правда, после дождей на улицах по-прежнему образуются целые озера. По словам специалистов, связано это и с нехваткой стоков, и с тем, что они зачастую не рассчитаны на такой объем, и с тем, что не всегда успевают вовремя чистить эти сооружения. Проблема с ливневкой остается актуальной для всего города. И, судя по всему, кардинальных изменений пока не ожидается, невзирая на работу, ответственных служб и локальные изменения к лучшему. К счастью, уже не за горами зима. И проблему ливневых канализаций и потоплений сменят трудности с уборкой снега. Под Новосибирском стартовал военно-технический форум «Армия-2020». На выставке «Оружие, техники и вооружения» побывал Александр Булдаков, который выяснил, насколько масштабно получилось показать военную мощь нашей страны и какие новинки представлены для обозрения в этом году. Более 50 образцов современной военной и специальной техники и вооружения представлено в этом году на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». По традиции выставка расположилась в городе Аби, на территории Новосибирского территориального гарнизона, недалеко от аэропорта Толмачева. Техника представлена по различным направлениям. Противовоздушная, ракетная, бронетанковая и автомобильная техника. Также особый интерес вызывает стрелковое оружие, поскольку там представлены образцы, используемые подразделения специального назначения и которые у нас вводятся на вооружение. Яркий пример такого оружия – автомат Калашникова АК-12. Выполнен он на базе зарекомендовавшего во всем мире АК-74, но с многочисленными доработками и улучшениями. В настоящее время АК-12 оснащается российской армией. Три режима огня. Было два. То есть был предохранитель, как на старом, автомат. И добавился третий режим, сдвоенный. Мы нажимаем, и у нас сразу влетают две пули. Сразу. То есть на автоматическом, как раньше, мне не надо тренировать палец, моторику, чтобы у меня по два выстрела происходило. Среди новинок бронетехники – глубоко модернизированный танк Т-72Б-3М, который только начал поступать на вооружение в российские войска. Он является переходным после машины Т-90 к танку Т-14 «Армата». И вобрал в себя все лучшее от существующих модификаций, в том числе и средства вооружения. Это новая гладкоствольная пушка 125-мм с повышенной кучностью стрельбы и с увеличенным ресурсом. А также прибор, прицел наблюдения и прицеливание наводчика «Сосна-У», который имеет, соответственно, четыре канала работы и является панорамным. И многое-многое другое. Еще один военный экспонат, впервые представленный на форуме «Армия-2020» – бронеавтомобиль «Тайфун-К». Выполнена машина на базе «КамАЗа», но, глядя со стороны, на то, как она умеет менять клиренс или свой дорожный просвет, этого и не скажешь. В общем, как и в прошлые годы, на форуме «Армия-2020» есть что посмотреть. К тому же, обо всех образцах техники вооружения вам в подробностях расскажут военнослужащие, которые приставлены ко всем экспонатам. Работать выставка будет до 29 августа включительно. Вход свободный. Заезд на автомобилях не предусмотрен. И это надо учесть. После долгого перерыва музеи города начали свою работу. Одно из первых выставок, которые смогут посетить горожане, открылось в культурном центре ЦК-19. Подробности в нашем сюжете. Пока залы культурного центра ЦК-19 пусты. Но это не говорит о том, что здесь не ждут посетителей. Наоборот, центр приготовил для горожан два интересных проекта. Первая выставка отражает мир через объектив фотокамеры, а вторая открывает мир через научные опыты в содружестве с искусством. Первая выставка, которой, собственно, мы и открываем, это восьмой международный фестиваль современной фотографии «Другое измерение». Наши постоянные посетители могли видеть этот фестиваль в прошлом году, потому что ему уже 14 лет, он проходит каждый год в Новосибирске, но вот второй раз на площадке ЦК-19. И на первом этаже мы продлили выставку «Мера хаоса наука как способ коммуникации». Это выставка Art and Science, потому что до пандемии мы ее только открыли и на следующий день закрыли. Поэтому, кто не успел, мы много о ней писали в эти месяцы, поэтому, кто не успел, мы приглашаем посмотреть обе выставки, потому что они очень разные, и каждая по-своему замечательная и интересная. Проект «Мера хаоса наука как способ коммуникации» по словам кураторов выставки, относится больше к образовательной сфере. Здесь визуально представлена взаимосвязь науки и новых технологий. Это своего рода диалог о том, что все в мире взаимосвязано. Например, здесь наглядно можно увидеть, как восстанавливается внешность людей, живших много веков назад, по сохранившимся остаткам скульптур. Вторая выставка посвящена Восьмому международному фестивалю современной фотографии. Здесь представлены работы знаменитого американского фотографа Фрэнка Де Тури. Его работы хранятся в Пушкинском музее, альтернативном музее Нью-Йорка, Национальной библиотеке Франции. Кроме его работ, на экспозиции представлены работы еще 11 фотографов, учеников и диномышленников. Поэтому второе название у выставки – фамилия, что означает «семья». Все представленные работы выполнены в различных техниках. На некоторых отражено застывшее движение, другие напоминают полотна импрессионистов. Есть работы, выполненные в манере классической графики, а некоторые фотографии выглядят как полотна художников эпохи Возрождения. Среди авторов представленных работ много женщин. Поэтому тема материнства абсолютно естественна. Первая, конечно, мысль, которая лежит на поверхности каждого изображения – это мать и ее дети, взаимоотношения с детьми. Они могут быть разные, мать может присутствовать неявно. То есть она всегда же рядом с детьми, то есть есть внутренний какой-то с ними контакт. Но на каких-то изображениях она в размытом состоянии. Но тем не менее она все равно присутствует. Выставки проработают до 13 сентября. У горожан есть время еще посмотреть этих два проекта. Итак, музеи города начали свою работу. Для горожан приготовлены интересные проекты. И теперь у вас есть возможность посещать выставки, не забывая про соблюдение защитных мер, ношение маски и соблюдение дистанции. А так мир прекрасного и интересного вновь открыт для вас. Наслаждайтесь. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsq49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-21-05. Спасибо, что были с нами. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok